здравствуйте друзья в этом обзоре мы с вами рассмотрим еще одно интересное устройство для умного дома это мощная двойная wi-fi розетка из экосистемы tuya smart это устройство имеет раздельное управление каждым каналом и общую систему энергомониторинга также я расскажу о локальной то есть не зависящий от наличия интернет интеграция этого устройства home assistant с пробросом него сенсоров энергомониторинга максимальный общий ток нагрузки для обоих каналов 16 ампер диапазон рабочих напряжений от 100 до 250 вольт беспроводный интерфейс wi-fi 2 и 4 гиги герца экосистема tuya smart поддержка работы в google assistant и amazon алекса поставляется устройство в белой картонной коробке нет ни названия бренда производителя ни номера модели сухое определение двойная wi-fi розетка с энергомониторинга не сильно много информации на боковых сторонах коробки кратко указаны параметры и основные возможности устройства есть qr код для загрузки приложения smart life одного из клонов tuya smart комплект поставки лаконичный в него входит розетка и довольно толстая книжечка инструкции самый понятный язык инструкции английский а самая ценная информация касается сброса устройства и смены режимов сопряжения для этого нужно удерживать кнопку питания 6 секунд закругленный корпус устройства сделан из белого матового пластика на фронтальной части две глубокие розетки стандарта шука под толстые 16 амперные вилки заземления розетка симметрична на узких сторонах находятся круглые кнопки ручного управления каждой из двух розеток раздельное управление это большой плюс вилка устройства тоже сделано в стандарте шука с толстыми контактами и сквозным заземляющим контактом контакты розеток имеют защиту от детей и от брызг они прикрыты пластиковыми шторками еще один плюс безопасности плюсом также можно отнести то что при установке в стандартный ряд розеток у меня стоят ли гранды устройство не перекрывает доступ к соседним разъемом моем случае это критично так как мне нужно было сделать из трех розеток четыре чтобы постоянно не менять местами вилки перед тем как перейти к логике покажу как розетка ведет себя при восстановлении питания она всегда включается вне зависимости от того в каком состоянии было если она используется только для энергомониторинга то это очень удобно логическую часть начнем с штатной системы управления tuya smart смартфон нужно переключить диапазон 2 и 4 гигагерца нажать на опцию добавления новых устройств и дождаться пока розетка не появится на экране поиска после этого добавляем ее в систему на главном экране плагина с левой стороны находится панель управления реле верхняя кнопка включает и выключает сразу обе розетки они же еще две кнопки раздельного управления каждой из них можно присвоить свое имя есть стандартные опции для каждой из розеток таймеры которые можно устанавливать как однократно так и повторяющимися можно получать уведомление из приложения срабатывание и функция обратного отсчета время через которое розетка отключится энергомониторинг полноценный то есть есть и ток нагрузки и напряжение сети и текущая мощность и мощность потребленная по месяцам так как приложение зависит от облака обновление значения идет с некоторой порядка 10-15 секунд задержкой в автоматизациях устройство может быть и триггером и действием кстати в отличие от мехом две розетки обычно являются только действием причем вариантов триггеров очень много более 10 начиная со смены статуса в розеток есть триггеры по времени обратного отсчета в секундах увеличение мощности от 0 до 50 ватт стоимости электроэнергии кроме этого можно настроить триггер по текущим значениям напряжения тока и мощности для действий доступно меньше опций всего 5 4 понятно и логично это управление каждой из розеток включить выключить переключить состояние это возможность задать промежуток обратного отсчета до выключения каждой розетки а вот 5 увеличение мощности мне не понятен как можно заставить розетку увеличить мощность аккаунт у ясмарт можно подключить и google home это дает возможность иметь одну точку управления устройствами из разных экосистем герой обзора пробросил сразу три выключателя общий и отдельная для каждой розетки тут все просто можно включать и выключать в том числе и голосом но никаких данных по энергомониторингу нет перейдем к home assistant система уже имеет штатную интеграцию которая так и называется туя для ее подключения необходимо указать свою почту на которую зарегистрирован аккаунт пароль префикс телефона и приложение у меня татуя после этого в систему залетают подключены в аккаунт устройство но не все например zigbee шлюз не появился зато появляются сценарии автоматизации розетка появляется тут виде двух свечей как и в случае с google assistant сенсоров энергомониторинга тут нет розетки можно только включать и выключать кроме этого интеграция зависит от интернет и качество соединения с облачным сервисом но есть выход интеграция local tuya о том как ее настроить и получать локальные ключи ваших устройств я рассказал в своем уроке по home assistant номер 95 кто не видел ссылка в описании по этой методике получаем локал кей устройства в меню настройки интеграции добавляем новую интеграцию local tuya розетка будет обнаружена в числе прочих устройств у я если конечно они у вас есть определить ее можно по иди выбираем ее для продолжения нажимаем подтвердить следующем окне нужно задать свое имя устройства и скопировать local key остальное подставится само если после этого вы вдруг получите ошибку подключения попробуйте повторить минут через 10 15 так бывает когда соединение пройдет успешно интеграция спросит какой тип этого устройства на сегодняшний день доступно шесть классов устройств которая поддерживает интеграция но на самом деле их можно использовать и для подключения других устройств типа термостата в нашем случае это switch одна из базовых сущностей наряду со светильниками теперь самое интересное нужно разобраться со всеми параметрами что мы получаем от розетки а тут их весьма много реле найти легче всего это два первых параметра со статусом true или false friendly name пишем свое название а в атрибуты я добавил получаемые от розетки параметры просто по очереди а зачем чуть дальше следующем окне снимаем галочку с опции не добавлять новое устройство и снова выбираем switch тут войди ставим второй параметр со статусом true или false а в атрибуты следующее значение после тех что мы добавили в первую розетку больше не добавляем ничего и подключаем наше устройство в систему списке устройств интеграции появилась новая заданным нами именем она состоит из двух сущности это две розетки все остальное это атрибуты к ним сначала проверяем правильно ли мы выбрали параметры для розеток но тут ошибиться нереально так как только два из всех имели бинарный статус true или false теперь смотрим атрибуты свечей это те параметры которые мы добавили в поля силы тока напряжения и мощности нам нужно сравнить их с теми что мы видим в приложении чтобы определить номера каждого из параметров энергомониторинга вот попалась напряжение запоминаем или записываем номер под которым транслируется это значение вот определилась и текущая мощность метод тыка приходится использовать потому что в момент выбора параметров при настройке они не обновляются в онлайне вот наконец собрали все вместе силу тока напряжение и мощность удобство такого определения при помощи атрибутов состоит в том что их можно менять в онлайне без удаления интеграции для этого переходим настройки розетки первом окне оставляем все без изменений а вот дальше можно прямо на ходу менять в атрибутах ток напряжения мощности те номера параметров которые мы получаем от розетки что без этого огромного списка получить то что нам надо номер каждого идентифицированного параметра записываем или запоминаем повторяем пока не найдем все я предпочитаю параметры энергомониторинга иметь в виде отдельных сенсоров они атрибутами как например в интеграции zigbee2mqtt поэтому после того как я нашел номера всех нужных мне значений я удаляю эту интеграцию розетки сразу же добавляю ее снова в первом окне устройство оставляем все как было дальше выбираем тип устройства свитч а вот теперь указываем только выключатель реле и его имя атрибуты оставляем пустые выбираем следующую сущность это будет снова свитч 2 розетка тут аналогично все атрибуты пустые только имя но на этом не останавливаемся продолжаем добавлять на этот раз сенсор и тут указываем найденный нами при помощи атрибутов параметр номер 18 соответствует силе тока задаем имя указываем единицы измерения амперы выбираем класс устройства сенсор тока так как эта розетка передает значение в миллиамперах то указываем коэффициент масштабирования одну тысячную чтобы получить амперы аналогично добавляем мощность она нашлась под номером 19 указываем имя единицы измерения класс устройства опытным путем выяснилось что для получения корректного значения нужно выставить коэффициент масштабирования в одну десятую и наконец номер 20 это напряжение тут тоже самое включая масштабирование в одну десятую теперь сохраняем полученное устройство интеграции теперь она насчитывает 5 отдельных сущностей 2 свеча и 3 сенсора теперь все красиво и корректно статусы управления розетками и параметры энергомониторинга в онлайне и без зависимости от интернет можно сравнить с показаниями в приложении все точно используя показанную в этом видео методику home assistant можно подключить любую управляемую по вайфай розетку из экосистемы туя smart в том числе с функция энергомониторинга для zigbee же розеток необходим координатор но это как говорится совсем другая история на этом все если у вас остались вопросы задавайте их комментариях под этим видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал также напоминаю что все интересные новости обновления а также купоны и акции на товары умного дома вы можете найти в моем telegram канале ссылка в описании до свидания до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok